Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Европе Иерусалим, и нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, так же и овец, и валов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дом отца моего не делайте домом торговли. Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 13 по 16. В центре картины Христос. Правая рука Господа сжимает в кулаке бич из веревок и занесена на торговцем, собирающим у ног Христа рассыпанные деньги. Никто не может служить двум господам, ибо если одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет и сердствовать, а другому не родить. Матфей, глава 6, стих 24. Левая рука, словно распростертая на кресте, открыта и изображена на фоне вола, символа языческого мира. И хотя матерью в церкве стал Иерусалим, язычники с особым трепетом и во множестве узрели Бога во Христе, отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды Его. Матфей, глава 21, стих 43. Отныне избран всякий человек, кто желает внимать проповеди спасения. Итак, идите, научите все народы, крестя их во им Отца и Сына и Святаго Духа. Матфей, глава 28, стих 19. Левая часть полотна – мир Ветхого Завета. С пришествием Христа, но без Христа, Он стал миром мрака и богоборчества. Луч света, падая на внутреннюю стену храма, рассекает ее надвое. Не мир пришел я принести, но меч. Матфей, глава 10, стих 34. Но Бог всем желает спасения и более всего радеет о грешниках, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Послание евреям, глава 12, стих 6. На небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Луки, глава 15, стих 7. Итак, одна рука Христа изображена на фоне падающего света, другая тени. Тем показано, что Бог вездесущ, на земле и на небе, в раю и в аду. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! Где твое жало, ад? Где твоя победа? Осии, глава 13, стих 14. Воскрес, Христос, и ты низвержен. И во всякой душе человеческой и праведного и грешного жаждет себе место Господь. Все стою, двери и стучу. Если кто слышит голос, вою и отворит дверью, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Откровение, глава 3, стих 20. Но еще кричит в руках дьявола овечка, супротив козлищем внизу. И поставит овец по правую сторону свою, а козлов по левую. Матфей, глава 25, стих 33. Нижние одежды дьявола имеют цвет сажи, верхние, фиолетовые. Цвет поднебесного мира, место обиталища падших духов. Ерехонский слепец просит милостыни на входе. Рядом бедная вдовица, отдавшая последние две лепты жертвы Богу своему. Супротив ее меняла, разменявши царство Божие на серебро. Он пал ниц перед монетой, вставшей на шаткое ребро, символ непостоянства и бренности мира. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищий слеп и нах. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Откровение, глава третья, стих 17 по 18. Субтитры создавал DimaTorzok